Ну что, друзья, бойко, громко, с огромным энтузиазмом врываемся в эфир утреннего камбэк-шоу «Третий час». Андрей Скалов, Дарья Христолюбова и не только, как мы и говорили, у нас сегодня в гостях наш хороший друг, потрясающий исполнитель и посол доброй воли ЮНИСЕФ Сафар Мухаммад. Привет! Всем привет, доброе утро! Как настроение? Отлично. Мне кажется, сегодня особенный, да, крутой день, потому что у тебя выходит новый трек. Уже вышел. Уже вышел, да, и совсем скоро мы познакомим наших слушателей с этой композицией. Но не только, естественно, о музыкальном творчестве будем говорить. Ты, если я не ошибаюсь, крайний раз у нас был в феврале этого года, тогда у тебя был мега насыщенный месяц, потому что ты выступал на одной из топовых площадок Москвы, у тебя был шикарный концерт, там солд-аут был, ты стал послом доброй воли ЮНИСЕФ. Кстати, как вот эта вот деятельность твоя продвигается? Чем ты сейчас занимаешься? Отлично. Было очень много встреч с детьми. Вот вчера тоже была встреча с детьми. Ну, знаете, что сказать? Всегда радуюсь, когда вижу, ну, их реакцию, когда они видят меня, как мы общаемся наравне. И нет такого, чтобы, да, я Сафар Мухаммад, а это просто дети. Нет. В каждом человеке мы пытаемся увидеть взрослого человека. Они хотят такими казаться. Поэтому, да, все отлично. Ну, а как в плотном графике-то время находить, чтобы еще время деткам уделять? Блин. Ну, как-то получается. Наверное, главное желание. Все равно мы приходим к тому фактору вот этому и философии, что главное желание. А вот смотришь на ребят, вспоминаешь себя в их возрасте? Конечно, конечно, такие вот активные, с характером, да, характер такой резкий бывает. Да, ну, я их понимаю зато. На одной волне, можно сказать. На одной волне, да. Но выступаешь как наставник, может быть, что-то спрашивают, может быть, кто-то творческий из этих ребят, которые хотят тоже развиваться и быть исполнительным перцом. Если честно, что только они не спрашивают. Да. Что только они не спрашивают, и они получают на все свои вопросы ответы. Ну, и хорошо. А какие самые каверзные вопросы были от ребят? О, боже мой. Каверзных вопросов нет. Нет, именно они делятся именно своими проблемами, да, и потом спрашивают, как быть вот в этой ситуации. Даже один раз было такое, что мы были за городом где-то, мальчик спрашивал у меня, что он очень влюбился в девушку, и они встречаются уже, но девушка нравится его другу тоже. Как мне быть? Я такой, все нормально, другу нужно сказать, чтобы он отстал, все нормально, он поймет, если он друг. Любовь превышится его. Что, прям сказать? Я сказал. Сейчас записывай каждый раз. Больше выбора нет. Ну, они такие смешные вопросы тоже, и ситуации такие не обидные, так что да. Это интересно. Но смотри, Сафар, действительно, здесь творчество, здесь дети, здесь, возможно, концерты, да, то есть все пытаешься совместить, а кто-то смотрит на тебя и думает, Сафар Мухаммад, успешный исполнитель, звезда, все ему, наверное, легко дается, прям баловень судьбы. Но, тем не менее, в жизни каждого человека происходят какие-то очень сложные моменты, не всегда ты об этом рассказываешь, да, аудитории. Но наверняка и у тебя были какие-то ситуации, которые тебя в какой-то момент застопорили, но потом ты понял, что ты из-за них стал сильнее. Вот так вот навскидку можешь вспомнить что-то из своей жизни, что тебя прям триггернуло, но закалило? Таких ситуаций, наверное, очень много было и будет в будущем. На каждый год, наверное, есть свой уровень сложности. Наверное, это был момент, когда я становился певцом, времена Silkway Star, когда мне было очень сложно, что мы просыпались в 6 утра, возвращались в 4 часа ночи. Это утро уже. То есть, и в 6 опять нас будет вставать, и дабы войти вот в бюджет, надо вот снять все, надо снять. У меня там сердце работало нон-стоп, чтобы вы понимали, из-за этого Red Bull. Я Red Bull пил литрами просто, чтобы просто стоять на ногах. Вот этот момент меня очень сильно закалил, подготовил меня, потому что там действительно я увидел уже вот этот шоу-бис, который уже есть в Казахстане. Тут у меня еще опыта не было. Когда я тут пришел, тут уже было easy, потому что я такой ад прошел, именно как певец. А что касается остального, именно жизненных моментов, других, я правильно подметили, не рассказываю. Да, и не считаю, чтобы рассказывать, наверное, это вот мой путь, который, кстати, вот в песне есть. Именно путник, который, я думаю, что иногда бывает так, что вам не нужны другие люди, друзья или кто-то еще. Вот вы и вот ваш путь. Иногда бывает такое, иногда хочется быть одному, побыть одному. Поэтому да, со своим проблемой я пока что справляюсь. Я и Господь, все отлично, все отлично. Хочется иногда побыть одному, но тем не менее это же постоянное внимание со стороны слушателей, со стороны фанатов. Бывает вот чувство такой усталости, хочется просто digital detox, а ты отключаешь телефон, уезжаешь куда-нибудь за город, все, меня там не трогайте. Бывает, бывает, конечно, бывает. Но не бывает такого, что типа очень редко, чтобы я взял, уехал куда-то за город, остался. В гору я могу поехать, но это за компанию, потому что нужно быть осторожнее в гору. А detox такой бывает, что я просто закрываюсь дома, я могу закрываться на 15 дней дома и не выходить вообще. Я не считаю, что это здорово или хорошо, ребят. Но если ваша душа вот требует этого и не хочет функционировать никак, никоим образом, то я думаю, это лучше, чем ничего. Поэтому да. Лучше отключиться. Доставка продуктов только спасает в этой ситуации, да? 15 дней пропадать. А есть вообще какое-то вот место силы, так скажем? Горы, конечно. У меня даже в инстаграме была вот эта рубрика «Дитя гор». И я кайфую от этого, когда вижу горы. Главное, чтобы людей не было. Ты, какой-нибудь там человек, например, друг твой, брат твой. И все, с которым комфортно. Вот и все. Сафар, ну вот смотри, вот уже конец года практически. Можно подвести какой-то некий итог. Каким был этот год для тебя в творчестве, в жизни? Расскажи. Так, я сделал солд-аут в Москве, я стал послом доброй воли. Я запустил такой, вот через, уже сколько прошло? Почти год прошел, и я уже могу сказать, что, ну, 6 месяцев, полгода прошло. С февраля? Но песня «Танго» показала себя отлично. Ее все начали слушать. Она была месяц на всех платформах. На первом месте. Я сам не понимал, как это получается, но это получилось. Да, и этот год тем особен, что, наверное, я только две песни, да, выпустил? Да, «Танхой» и «Вот сейчас». Получается, да, за год две песни. Я думаю, это отличный результат. То есть все-таки мы все еще придерживаемся той философии, что не количество, а качество очень важно. Поэтому, да, качеству мы отвечаем. Ну вот, когда ты готовишь какой-то трек, у тебя есть определенная команда, да? Есть Урзу Исоев, который помогает тебе с текстовой составляющей. Есть Джова, который делает потрясающие аранжировки. Ты вот в этом плане себе не изменяешь? Ты работаешь с одними и теми же людьми? И вот та песня, которую мы сегодня презентуем, там есть кто-то новый человек, может быть, в составе? Нет, это та же легендарная «Четверка», потому что я туда добавил. Пришло понимание того, что все-таки Шейзот, Сатуре, мой друг, и вообще, ну, хороший дизайнер. Он лучше в своем деле именно в Таджикистане. И я это могу сказать прям уверенно. Поэтому, да, в моей команде есть самый лучший поэт, самый лучший аранжировщик, самый лучший дизайнер. И я где-то там, который хорошо это рефлект. Сафара, смотри, получается, сейчас ты упомянул стриминговые сервисы, большей частью, где ротируются твои композиции. То есть ты сейчас стараешься создавать песни именно для стриминговых сервисов или же локализируешься больше по Таджикистану и СНГ? Мои песни всегда с первого дня были уже на стримингах, вот, всех платформах, которые вообще есть на данный момент. У нас, конечно, с Яндексом проблемы, потому что наш дистрибьютор перестал работу пока что. Я остановил работу уже больше двух, да, два года уже. Но я надеюсь, они исправят эту ситуацию, потому что уже все больше и больше наши жители, например, за рубежом, там, в России, они используются именно Яндекс.Музик, она очень такая прикольная. Кстати, если вы не пробовали, есть такая привычка у меня скачивать и Spotify, и Apple Music, и Яндекс.Музик. И иногда, например, когда я устаю от алгоритма Spotify, я иду к Apple Music, и они вообще по-разному работают. Это очень хорошо действует на такой музыкальный вкус. Держит в тонусе. А стриминговые сервисы всегда есть, были, ну, просто хотелось бы, чтобы в Таджикистане еще больше ими пользовались, да. Чтобы большую популярность обретала. Есть у нас сообщение в Telegram от нашей слушательницы Рано. Доброе утро. Всякий раз, когда Сафар Мухаммад приходит к вам, я вспоминаю первую встречу с ним на конкурсе «Шелковый путь», его первые выступления, очень радуюсь его успехам, а главное, что он совершенствует свое исполнительское мастерство и идет вперед успехов и везения Сафар Мухаммадов. Спасибо, Рано. Спасибо большое. Друзья, напоминаю, что сегодня состоится, уже буквально в считанные минуты остаются, до того, как мы презентуем новую песню «Сафара». Она отличается от того, что было до этого, хотя, конечно, каждая песня, она с особенной изюминкой. Сегодня у нас в гостях Сафар Мухаммад, который презентует свою новую песню под названием «Сахаро». Сафар, ну давай рассказывайте об этом новом творении, о чем песня, что тебя вдохновляло на ее создание, как вообще шел этот процесс? Так, песню мы делали, я даже не помню, как мы его делали. Когда все началось? Ну вот резко получилось, то есть у меня есть мои особые проекты, которые я уже три года не могу запустить, и они все еще у меня есть, и они готовы почти, но я не могу их запустить, не знаю почему. Но вот эта песня так же легко вышла, как, например, песня «Танго», которую мы сделали вот так, сели и сделали, все. Все, тут то же самое, а был прикольный момент, когда у меня уже идея в голове есть, я говорю, что я хочу сделать первый кантри-мюзик прямо в Таджикистане, вот именно в стиле вестерн хочу быть первым, все. И надо сделать это хорошо, чтобы потом говорили, вот, вот как у него, понимаете, да, я это люблю. Да, короче, и я отправляю Джо Виду своей костяшки на гитаре, играю, отправляю ему, приезжаю в студию, он говорит, а, я говорю, я еду, Джо, я еду, короче, он говорит, давай, давай, я уже почти все закончил. Вот так, я такой, вау, закончил, нифига, красавчик. Я приезжаю, он ставит мне какую-то вообще дичь. Я говорю, бро, это что? Это не то, что мне нужно, говорю, пожалуйста, убери это все. Он такой, а он два часа это делал. Два часа для нас это много, кстати, ребят, потому что мы считаем, что именно музыканта в студии, его вот актив прям, момент, где можно работать, в этот момент, два часа, не больше. Потом уши устают, потом уже ты не соображаешь, потом ты уже добавляешь все, что угодно, вообще не понимая, да, того. Поэтому да, и мы такие, Джо, говорю, удали все это. Поднялась рука удалить? Дай мне бочку, конечно, конечно поднялась. Еще не так поднимается. Я даже, когда мне делал шерзот, по два-три обложки, да, прикинь, он же старается, он делает эти анимации. Говорю, не, они подходят. Тут здесь вот такое, я говорю, вот твои глаза видят, что ты хотел дать понять, чтобы человек видел, да, но мы не понимаем. Нужно полегче сделать, нужно вот так сделать, сделай, как я хочу. И в итоге получилось. Сапар, вы прослушали трек изначально, мы его услышали сегодня утром, но вне эфира, конечно же, я имею в виду, понравилось. Но намеки идут на то, что какой-то клип должен быть соответствующей тематикой. Вы говорите так. Ну да, ну это логично, ну это логично, мне кажется. Блин, я просто, я не знаю, у меня не было такого формата, чтобы я запускал песню и потом делал клип. Вы думаете, стоит, да? Почему бы не попробовать? Мне кажется, сама композиция намекает на это. Давайте посмотрим, какие результаты посмотрим. Какие результаты будут, такие вложения будут. Вот смотри, основная идея, характер, да, песни, жанр у тебя сразу в голове прорисовался. Это кантри, это вестерн, это определенное настроение. А вот по смыслу текстовому я имею в виду, что именно ты хотел отразить в этой песне? Это был такой момент в жизни, что если обычно как, когда тебе или плохо, или просто, не знаю, как-то апатия или что-то еще, депрессия, ты хочешь, чтобы кто-то рядом с тобой был, да, но потом в один момент ты уже перерастаешь этот момент, и ты понимаешь, что ты уже такой аксакал, то есть ты уже на другом уровне, что тебе не нужны другие люди, чтобы справиться с этим, со своей вот этой внутренней бурей. У меня то же самое, то есть тут просто релакс, ковбой, который внутри меня, который нашел вот в дороге вот себе друга, да. Вот это вот мой путь, это мой единственный друг, вот в этот момент, да, и то, что я благодарен этому. И что самое лучшее, что вот путь твой никогда тебя не предаст, и никто не поймет его, как ты понимаешь его, да. Иногда мы рассуждаем очень умно, прям про жизнь человека, что вот так нужно, так нужно сделать, но так ты же проходил этот путь, а не он. Поэтому ему рассуждать это очень легко. Не прочувствует все, что пережил человек сам. Да, да, поэтому я считаю, что эта песня вот именно для таких сильных людей с характером, которые не жалеют себя и не хотят, чтобы их жалели, потому что они не нуждаются в этом. Это вот дикий характер, конь, лошадь, скорость, природа, степь, пустыня. Вот где бы вы ни были, просто вот эту песню послушайте один на один. Вы много чего увидите именно из своей жизни, не из моей жизни. Я просто проводник, который воспроизводит это в ваших ушах. А каждый проецирует уже, получается, на себя. Ну, то есть, получается, даже сильные люди иногда нуждаются в одиночестве, да, как я понимаю? Конечно. И это хорошо, наоборот. Я считаю, что это отлично. То есть в одиночестве нет ничего плохого. Вообще, вот просто посмотрите, одиночество. Такое красивое название, одиночество. Хорошо звучит. А в этом пути все-таки важен сам процесс или итог, вот эта вот конечная точка? Я думаю, что и процесс, и понимание того, что ты прошел. Вот эта трезвость, да, consciousness, мы говорим. So you have to be conscious. Вот если человек проходит, проходит, и ничего не понимает, и не ценит, что он преодолел в жизни, наверное, он ничего и не поймет. Значит, все было зря. И таких людей жалко, да. Удачи вам. Ну что ж, будем учиться искать вот эти все зерна, по крупицам их собирать и во время пути, и точка достижения. Афар говорил о том, что было очень сложно удержаться от каких-то добавлений милизмов. Да. Вот хочется же иногда исполнителю добавить, особенно если это часть его почерка. Я вот здесь вот добавлю, а потом нет. Вот как себя остановить, чтобы не переборщить? Особенно, когда умеешь. Да. Как себя остановить и сказать нет, вот здесь ровно, все. Жанр, именно держаться вот этих канонов и правил, все равно, каким бы ты ни был, Сафар Мухаммад. А в конце это все равно? Надо все равно чтить именно вот эти правила, именно вот каноны, например, кантри, да, в кантри нет такого, чтобы милизмами прямо окутать всю песню, нет, нет. Тут нужно успокоиться четко, про жизнь, правильно, без каких-либо вибраций. В свое время на волне популярности Тейлор Свифт многие стали увлекаться кантри, Таджикистан это не коснулось вообще. То есть вот эта музыка, ну пока, по крайней мере, от нас достаточно далека. Сейчас именно новая волна как будто. Когда мы сделали эту песню, я смотрю, всякие компании делают линейки ковбойские, а я всю жизнь, ну, если ты обращал внимание на мою обувь, всегда вот эти ковбойские обувь. В платке, кстати, сегодня платок на шее, вот, ковбойские. И получается так, что я за концепт, ребят. Я люблю, особенно если этот концепт у меня с детства. Но так получилось, что вот эта песня стала причиной еще и прям узаконить этот момент. И именно канонов нужно всегда придерживаться. Не всегда, даже если это круто, делать мелизмы, потому что, ну, иногда бывает too much. Кстати, я хочу отметить то, что сама композиция напрашивается на видеоряд. Я еще раз все-таки повторюсь, мне вот такое ощущение, что она может стать или каким-то саундтреком, кстати говоря, какому-то фильму. Если бы она, может быть, даже звучала не на таджикском языке, а на английском языке, к примеру говоря, она могла бы стать тоже и саундтреком какому-то кинофильму. Ну, по крайней мере, мне вот эти вот картины рисует мой мозг и мое воображение. Я думаю, напрашивается не зря, я думаю, все-таки подумайте обязательно, чтобы со своей командой снять какой-то клип довольно интересный, необычный. Вот что касается команды, кстати, как они отнеслись к тому, что ты сказал, все, ребята, у нас теперь кантри. Вот первая реакция. Да что-то Джо начал, я говорю, Джо. Ну, была такая реакция, куда тебя несет Запада? В моменте просто Джо такой, ты уверен? Ты уверен вот в этом? Типа я говорю, давай, делай, все. И он такой, хорошо. Эту песню будем делать так, как ты хочешь. Я такой, хорошо. Все, я просто, давайте. Он сразу, он вставит. Все, что воспроизводил я, он вставил. Он сделал так, как я хотел. Я ни ему, ни Шерзоту не делал никаких ремарочек. Это впервые в истории за все наши проекты. Я такой, easy, nice. Мишу на сткул. Шерзот с первого раза сделал. Чува тоже сделал, как надо. Такой, круто. То есть вы поймали одну волну? Да, они все поймали. Я даже ничего, я вот этого нудного Сафар Магамада не было. Не, мне не нравится, вот здесь нужно поменять. Бываешь, да, душневый? Шерзот с моим носом, да? Что с моими глазами? Ну разве я такой некрасивый? Еще что-то такой, да-о-о-о. Включи камеру, пожалуйста, вот посмотри. Да, короче, ну клянусь, вот эта синергия, она случилась, она классная была. Я просто рад и благодарен ребятам за проделанную работу. Я вас люблю, ребят, большое спасибо вам. Я уже, когда мы финальный рендеринг сделали, я каждому позвонил, признался в любви, сказал, какие они молодцы, люблю их, за их труд и за то, что они есть. Большое спасибо еще раз, ребят, и моим слушателям, ребят. Короче, в городе должно быть шумно сегодня. Сегодня будут огромное количество разных реакций. Мы как сотрудники радио должны отметить, что трек довольно длинноват. А для радио, если там 4,30, да, это прям целых две композиции в одной практически. Багинская, раз в суде. По современному формату, если брать, это прям длинноватенько. Да, на минуту, да, на минуту. Если 3,30 это такой хронометраж, такой дефолт, да, то у нас свои правила. Чувит, мне кажется, оторвался по полной программе. В проигрышах со своей любимой гитарой, своими бочками, как барабаном, мне кажется, он просто оторвался от души. Он кайфовал, он прям кайфовал, если честно. Ему реально, ну, ему понравилось. Но тем не менее, все-таки совершенно новое получается для тебя направление. Это был своего рода челлендж или эксперимент, может быть. Или изменение в личной жизни. Что споспитало? Жизненных ценностей, это очень важно. Подуспокоился, не парит меня больше, почти что 99% чего, что происходило вокруг меня. А что повлияло? Вот у человека же не бывает, просто я проснулся и все, и все. Да, 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 конечно же, я капал там, чтобы понять, что повлияло. Наверное, это именно наличие этого, именно много. Когда этого много всего, да, вот этого всего очень много, и ты начинаешь париться туда-сюда, париться, и видишь эти седые волосы. Ты говоришь, Сав, ты же молодой, ты же профессионал. Крисис третьего возраста. Рано тебя накрыло. Я такой, can you calm down, bro, get yourself together? И я просто, я даже, я успокоился. Мне нормально. И еще, помнишь, я говорил про философию того, что почему да, другим, но нет себе? Да? Говорим мы иногда. Из-за того, что, если вы заметили, у таджикского народа есть такая черта, даже когда нам делают некомфортно, мы не говорим об этом, мы стесняемся об этом говорить. Особенности воспитания, наверное. Да, да, да. Я внес модернизацию в это воспитание, наверное, и понял, что я не могу больше себе говорить нет, а другим да. Поэтому я себе говорю да, в первую очередь. Если мы приятно и хорошо, и погода располагает, я говорю, да, конечно, чтобы и я получал удовольствие от того, что я сделал. Поэтому да, и я просто, это было одно из самых важных и, наверное, правильных решений, которые я принял и понял, познал. 15 дней в квартире не прошли даром? Нет. Когда у тебя проскальзывало в речи, что ты готовишь что-то новое, когда мы с тобой встречались где-то на каких-то мероприятиях, я, честно говоря, думала, что там будет какая-то отсылка к культуре Японии. Возможно, из-за того, что ты увлекаешься, да, темой аниме, ты, в принципе, да, вхож в эту культуру, она тебе интересна. А здесь на тебе, пожалуйста, совершенно другая стихия. Да. А как вот, с Японией как? С Японии, я Японию обожаю, люблю, просто не могу. Я надеюсь, что если не зимой, то в следующем году я полечу туда. Хотя я не фанат сакур, конечно, у меня нет такого, что фестиваль сакуры, нужно пойти. Я больше любитель осени и зимы. Прям холод, это мое, я люблю это. Но посмотрим. Но что-то на этой тематике, не знаю. Не знаю. Например, фан факт. Песня «Комаро». Если вы заметите, там есть, где я на машине сижу, на капоте. И там эта стойка, на которой я сижу, была зарисована от аниме «Наруто» у Чихамадары. Это самый сильный злодей, который, то есть жёсткий злодей, который там есть. Ещё что. На японском именно зарисовка «Песни 13», где я как тоже анимешно снятый, да, это делала «Онихо Сэм». Вот эти две. И вот там, да, тоже отсылка к аниме. Ну, не знаю. Люблю это, но в музыку как-то превратить это. Не полетаешь пока. А вот, в принципе, да, в философии японской культуры там всё завязано на контрастах. Чёрное-белое, плохое-злое. В твоей жизни всё так же примерно строится или… Вот так же. Прям как под копирку. Обязательное понимание того, что если есть хорошо, значит, есть плохо. Если комфортно, значит, есть там очень близко дискомфорт. То есть всё друг к другу очень близко. И в тот момент, когда мы познаём это, наверное, тогда и наша жизнь становится легче. И понимание, и ожидание от жизни полегче бывает. У нас сегодня философский эфир получился с одной стороны. Почему бы и нет? Топар уже достиг того возраста. Да, сегодня прям философия льётся из нашего радиоприёмника. Но вообще планы есть на следующий год? Какие-то необычные интересные планы, которые мне хотелось бы определить? Хочу именно в своей родине, в Таджикистане хочу, в городах. Именно хочу в Бухтаре, в Кулябе, в Худжанди очень. В Харуге. Сделать большие концерты. Может тур по стране? Прям тур по стране будет, да. Мы об этом ещё скажем, когда это дойдёт до такого момента, где это будет утверждено. И обязательно мы об этом поговорим, как говорится. Это здорово. Сафар, многие тебя сочтут успешным человеком, и в принципе это на поверхности, но для тебя самого что значит успех? Это удовлетворение от своей деятельности или это признание публики? Вот где оно, то самое зёрнышко, которое для тебя является самым важным? Интересно, интересно. Если честно, вот ты меня заставила задуматься. Мозговой штурм с утра пораньше. Просто, наверное, иногда мы не понимаем того факта, что мы делали, да, например, когда мне говорят, ты сделал такую эволюцию именно музыки Таджикистана, поменял стиль, у тебя есть свой стиль, который... Особенный. Да, особенный стиль. И то, что было нужно. Я понимал в своё время, что это, да, очень нужно, но у меня не было такой цели, чтобы, о, я сейчас буду первым, кто это сделает. Вот этого не было у меня, не было вот этого понимания, наверное, из-за излишней скромности. Да, ладно. Молодецкий смех, такой сейчас был. Ну, я просто хочу сказать, что сегодня ваш ковбой в эфире, так что... Скромный ковбой. Я просто хочу сказать, что, ребят, цените то, что вы делаете, да, потому что мы иногда забываем то, что вот весь импакт, который мы делаем в работе, там, в жизни. Что-то мы понимаем, наверное, вот везде себя нужно хвалить. Опять же, это было сказано старшим именем. Потом я сразу это не принимаю, я беру это, начинаю думать об этом. Как это? Что он имел в виду? Что она имела в виду? Потом начинаю, и когда познаю, получается very good. Поэтому в отношении себя... Какой был вопрос? Успех для тебя в чем? Ай, я не знаю. Возможно, вот, я думаю, что когда у меня будут дети, это будет так хорошо. Вот я думаю, я не знаю, это успех, не успех, семья, дети. Заядлый холостяк, а в этом говорит. Каждый раз ты приходишь с совершенно новым настроением и видением мира. Наверное, я просто детей хочу. Маленькие ковбои в студии. Не знаю, не знаю. Да что останавливает при создании семьи? Я, наверное, просто стал более открытым ко всему, всем нормальным. Вот как к реалиям или что, я не знаю. К естественному, не знаю, моментам жизни. К житейским, к бытовым, к каким-то причинам. Да, 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 вообще я стал... Я начинаю понимать это. Я понимаю, что... Дети-то хорошо. Все, созрел. Не, просто я сказал, ну, пока что нет, но хотелось бы. Ну что ж, если хочется, все обязательно будет. Да, пока у тебя, детки, это твои творения музыкальные. Да, вот они, которых... Некоторых, которые, ну, типа, я еще не выпустил. А так вам не говорят. Удачных родов. Я так понимаю, что песни две-три уже в таком вот созревающем состоянии. Правильно, нет? А, нет, есть готовые песни, которые не вышли. Почему? Ну, хватит жадничать. Наверное, это самый важный проект в моей жизни, который я сделал. Она еще не вышла, но она выйдет. Будем ждать. И она выйдет с видео рядом. О, все, обязательно. Я доволен. Это будет уровень, это будет уровень, и мы сделаем все для этого, чтобы это стало таким, знаете, опять же... Это планка качества, этот живой звук на самом деле ценится. Поэтому, продолжая в том же духе, мы тебя поздравляем с выпуском шикарного нового трека. Классно. Спасибо вам, ребят. Ну, и тебе всего тоже самого чудесного, и детишек побольше. Спасибо. Пока это дети в виде твоих песен и в виде ребят, которые окружают тебя в рамках проектов ЮНИСЕФ. Но кто знает, может быть, в следующем году ты придешь к нам в гости, обрадуешься какими-то другими новостями. Хорошо, всем жителям Душанбе и слушателям Радио Азия Плюс, здесь и за рубежом, привет, удачи вам, хорошего дня. Слушайте только мои песни. Ой, я сказал это вслух? Скромный конкурс Сафар Мухаммад сегодня был с нами в эфирной студии. Всем желаем чудесного настроения. Любим, целуем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok